Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. И сегодня у нас будет не совсем обычное видео, я не буду просто показывать заказ на 100 баллов. Я, вернее даже не я, а мы с Михаилом придумали очень интересную такую задумочку. Есть предложение, что мы будем общаться с вами не просто там вот посмотреть какая классная помада, какие классные духи и так далее. А я просто проанализировала ситуацию, ваши вопросы, вопросы в чате, которые задают или в личку у меня. Проанализировав все, я поняла, что вам нужно не просто знание о продукции. А вам нужно, ну не всем конечно, но многим нужно, особенно новичкам, именно информация о том, как правильно разговаривать с клиентами. Какие могут быть ситуации, они могут быть хорошие, могут быть не очень хорошие. Как себя правильно вести, как можно поступить, какие есть варианты развития событий. Я буду делиться своим опытом. И если вы будете мне писать свои истории, можете в личку писать или в комментариях, то я буду их тоже рассказывать и давать свои рекомендации, как можно было бы поступить, чтобы ситуация была в таком поле, выиграл, выиграл. Потому что многие люди как делают, главное, чтобы не было хорошо. Или главное, чтобы клиенту было хорошо. Это тоже неправильно. Нужно, чтобы хорошо было и вам, и вашему клиенту. И именно об этом сегодня поговорим. Я кратко покажу заказ. Просто многие не видели эту продукцию. Почти на 100 баллов заказ. Не очень большой. Но мне просто нужна была срочно продукция. Кое-что уже забрали из заказа. И я вам просто покажу какие-то вещи и расскажу классные истории. Парочку у меня уже прям сегодня есть, что вам рассказать. Вот это палантин. Смотрите. Пончо. Это пончо. Как я приняла заказ на пончо? Я просто записала видеоролик. Где-то на 40 секунд в бизнес-центре. Я его примерила. То есть мы записывали отдельное видео. И просто на телефон коротенький-коротенький я примерила. И сказала, что вот он такой, вот он секой. То есть за 40 секунд я передала свое впечатление об этом продукте. На следующее же утро мне позвонила знакомая. И сказала, слушай, какая классная штука. Ты можешь мне заказать? Так что вот так вот прилетел заказ. Смотрите, как он накидывается просто на плечи. Я в нем останусь. Потому что у нас дома дико холодно. Отопления нет. А на улице очень холодно. Я вот так его накину. Смотрите, какая удачная штучка. Так, дышь, перестану немножко. То есть она мне вот тут все закрыла. Спинку. И спереди все закрыто. И мне вот именно нравится тут сторона серая с черным комбинацией. Такой элегантный стиль. Можно подпоясаться. Можно так ходить. И что удобно, вот сразу отмечаю. Например, если вы работаете в офисе, у вас прохладно. Если на себя одеть какую-то большую кофту объемную, то рукам будет неудобно по столу. Вот если вы с документами работаете. В этом же случае руки свободные, прикрыто до локтя. И руками можно свободно работать. А здесь все так тепленько, легонько, закрыто. Слушайте, прям уютная очень вещичка. Но вот я в ней останусь, буду в ней сидеть. Так что вот как можно принимать заказы. Ну и сразу разовью эту тему заказами. Когда, например, вы думаете, как бы сделать так, чтобы у меня было много клиентов. В первую очередь, что нужно сделать? Подумайте, как вы можете влиять на людей. Не точечно, доноси информацию до каждого. А как можно влиять на людей сразу массово. И у меня сразу возникает вариант, как создание чата. Чат можно создать в WhatsApp, Viber, Вконтакте, даже в Одноклассниках. То есть практически во всех соцсетях и в Telegram тоже можно создавать чаты. То есть вы выбираете ту соцсеть, где больше всего ваших знакомых. И собираете их всех вместе в один чат. Только заранее нужно сначала сесть, написать текст, приветственный и объясняющий, для чего вы всех собрали в один чат. Чтобы не было такого, что вы пока всех добавляете, а люди не понимают, кто их добавил, зачем добавил, что здесь будет. Они тут же выходят. Есть такие люди, которые зашли, нет информации, зачем я добавил и вышли. И еще могут какой-то негатив написать. Чтобы такого не было, заранее пишем текст, приветственный. Добавляем всех и сразу скидываем сообщения. Или, например, есть в некоторых группах возможность закрепить сообщение наверху, и чтобы его видели все, кого мы добавляем даже потом уже. После того, как сообщение разместили. Вот этим нужно пользоваться. И если мы собираем всех в один чат, то очень удобно в чате общаться и голосовыми сообщениями, видеосообщениями. То есть возьмите себе за привычку каждый день записывать коротенький ролик. Например, взяли какой-то продукт. Возьмите его и продемонстрируйте. То есть набратьте камеру или на себя, или на продукт. Если вы, например, стесняетесь себя записывать. Поначалу такое часто бывает, что стесняешься говорить на аудиторию, на публику. У кого-то этот страх очень долго не проходит. Кто-то легко с этим борется. Можно начать записывать просто. Положить продукт, направить на нее камеру. Записывать продукцию, так ручкой листать, показывать и рассказывать. Достаточно так. Не обязательно всегда снимать только себя. Это первая рекомендация. Вторая, если уж вы завели чат, его нужно постоянно поддерживать. Это как огонь. Если вы долго не подкидываете дровейших, то костер постепенно погаснет. То же самое здесь. Вы должны постоянно закидывать какие-то истории, интересную информацию. Это может быть не только касаемо продукции. Может быть что-то полезное. Например, как вы красите губы, какой скос у вашей помады. Давайте погадаем. Потому что есть люди, у которых помада прям прямая. У кого-то скотчная, у кого-то бугром там, ну по-разному. Какая-то кругленькая помада. Какая-то прям остренькая. Это гадание, оно реально прям совпадает. У меня, по крайней мере, прям совпало на 100%. Какая я. То есть по помаде можно определить характер человека. Это очень забавно. Люди любят. Люди любят гороскоп. Можно гороскоп духовой закинуть туда. То есть все время вы должны мониторить информацию, что модно там и так далее. И давать полезные рекомендации. Самое еще прикольное, если получится завязать диалог. Если люди начнут в чате делиться информацией. То есть они начнут писать отзывы о продукции, которые они попробовали. Поэтому я рекомендую, когда вы создаете такой вот чат гостевой. Гостевой, это значит, что там будут ваши гости. Люди, которые либо потенциальные клиенты, либо уже клиенты. Добавьте туда одного-двоих своих спонсоров. То есть это очень удобно, потому что спонсор будет поддерживать костер. Что-то скинет туда. Спонсор смелее. Он может и видео записать. Да, может как-то завести разговор, похвалить что-то конкретно. То есть используйте такую фишечку. То есть как массово влиять на людей. Тогда можно будет буквально, практически не выходя из дома, собирать заказы. Согласитесь, это удобнее, чем бегать, искать, кому отдать каталог. Каждый раз перебарывать свое стеснение, свои страхи. Здесь же мы за кулисами, нас никто не видит. Мы пишем, общаемся, скидываем картинку. Но важно, чтобы все время было постоянство. Вот, кручу пробник в руках. Я заказала таких пробников 10 штук. Я вот не буду все достать. Это новый аромат магнетиста. Мне понравилось, что его упаковали в такую картонку. Знаете, как здорово, что внутри лежит пробничек. То есть мы можем подарить человеку пробник. Вот так. Вынимаем. И он уже красиво оформлен. Есть описание. Человек уже почитает, понюхает. Всего 20 рублей. Вот еще хочу сказать, что не нужно скупиться на рекламу. Как говорится, реклама – двигатель торговли. И если мы рекламируем продукцию не просто ля-ля-ля-ля-ля-ля, да, своими разговорами, а даем пробовать, то, согласитесь, это будет намного эффективнее, чем просто рассказать о продукции. Потому что, когда мы работаем с человеком напрямую, да, глаза в глаза, мы должны помнить, что у каждого человека есть несколько органов восприятия информации. Первое – это через глаза. То есть мы показываем, да, в каталоге картинки или показываем продукцию. Второе – мы рассказываем. То есть мы показываем, усиливаем эффект от увиденного, информации о полезности продукта или какую-то историю применения. Особенно круто работают истории, когда уже какой-то есть результат. Например, человек взял новинку, да, гель для интимной гиены. Вот тоже показываю, заказала несколько гелей. У меня уже девчонки узнали, что новые гели, стали заказывать. То есть мы рассказываем, почему гель такой хороший, почему он должен быть в каждой семье, а не так по праздникам, да, пользоваться. Что это действительно очень полезная штука. Мне понравилось, что у нас вышли гели разные для девочек, подростков. Действительно у нас разный гормональный фон, да, все по-разному. Поэтому действительно здорово, что там есть период менопаузы. Для этого у нас один, да, продукт. Для девочек других – освежающий, защитный и так далее. Кому что нужно по потребности. Вот. Сами чистим зубы, рассказываем, какая у нас крутая зубная паста. Вот мой любимый травяной комплекс. Сами мажем лицо, да, масками. Надо рассказать. Надо прямо показать эффект, что лицо отбеливается, что поры снижаются. Этот эффект дает маска чайного дерева. Мне она очень нравится, потому что у нее двойной эффект. Мы можем и как… То есть не эффект, а два варианта применения. Мы можем использовать ее как маска, маску на 10 минут, а можем использовать как скраб. За одну минутку просто пройти, все лицо почистить. Он заказал в запас, потому что, ну, мы любим такие вещи. Быстрые, эффективные, что все было. Я заказала несколько кремов. Тут и под заказ. И еще один себе взяла, облепиху. Я его так полюбила. А эти под заказ. То есть я рекламирую кремы каким образом? Я просто беру тюбик. И когда я прихожу к кому-то, я говорю, о, давай ручки помажем. Давай. Открываю тюбик и мажем ручки. И люди такие, ммм, слушай, какой крем хороший. Я говорю, сейчас он с большой скидкой, поэтому я и набрала этот кремов целую кучу. Вот. И люди тоже все набирают, потому что своим примером показываем. Тональная основа Giordani Gold. Это новинка. Пудровая, матовая. Кстати, очень интересная штука, но своеобразная. К ней нужно приспособиться. Мне, например, очень понравилось носить ее влажным спонжем. Это вы же, мои зрители, мне посоветовали сделать именно так. И мне действительно понравилось. Потому что она как-то ровнее легла и совсем не собирается в порох. И это очень здорово. Как у меня ее заказали в этот раз? Я пришла с своим тюбиком просто к клиентке и дала попробовать. Сначала она попробовала на руке. Увидела, какой эффект. То есть при контакте с кожей сразу превращается в пудру. И я говорю, хочешь, возьми домой. Попробуешь, завтра отдашь. Она говорит, нет. Дай капельку. Берет капельку и на лице прям попробовала. Сразу говорит, слушай, прикольно. Мне цвет этот идеально подходит. Заказывай. Вот. Получила ее тональную основу. То есть смотрите. Мы включили что от человека? Зрение. Показали. Я рассказала и показала свой эффект. Говорю, вот она у меня на лице. Дали попробовать. Это три. То есть три уже органа мы задействовали. Какие еще у нас есть органы? Ну, подержать в руках. Помните, да, что очень важное ощущение кинестета, да, правильно говорить? Человеку надо потрогать в руках тюбек и понять, комфортно, некомфортно, нравится, не нравится. Я, например, вот люблю, я все на ощупь. У меня и глазки, и мне надо увидеть и потрогать, чтобы это было прям прикольно. В основном люди все так устроены, потому что нам нужно максимально много ощущений пережить, чтобы принять решение, хотим мы это покупать или нет. А сейчас расскажу вам еще на десерт, покажу, что здесь осталось в коробочке и расскажу одну плохую историю, потому что не всегда же все хорошо. Это карандаш для глаз, тоже для Ордани. Сейчас он с большой скидкой в каталоге. И тоже я носила попробовать свой карандаш. У меня точно такой же синий. И девушка сомневалась, брать, не брать, как-то недешево, вдруг не понравится. Я говорю, у меня точно такой же цвет, я принесу попробовать. Если понравится, закажем, а если нет, то не будем деньги тратить зря. Это мыльца тоже под заказ. Видите, у меня в каждом заказе один-два кусочка этого мыла. И еще здесь несколько пробничков, не буду я даже доставать. И Омега-3. Это тоже уже, это второй тюбик, то есть идет подписка. Клиентка сделала подписку на Омегу для ребеночка, для своего. Ну и правильно, по подписке всегда выгоднее. То есть еще важное правило, показать человеку максимальную выгоду. Как ему выгоднее получить продукцию. Соответственно, если мы говорим, просто купить один флакончик, это там тысячу, знаешь, чем-то. Второй также, третий. А четвертый, это придет в подарок, то есть надо их брать все. Надо брать все. И расскажу вам одну плохую историю. Смотрите, человек может вам сделать заказ, да, то есть договорились, все понравилось, человек берет заказ. Нужно в этот же момент, как я делаю, я пишу на листочке те цены. Если это один продукт, тут все просто. А если два, три, четыре продукта, я все записываю. Пишу, сколько стоит, итоговую цену и человеку показываю. То есть очень важно показать пальчиком, чтобы человек визуально увидел, сколько денег. И я спрашиваю, все окей? Устраивает? Точно? Если у человека глаза округляются, то есть я понимаю, что дорого, он не рассчитывал на такую сумму. Потому что кажется так, ну все понемножку, вроде бы немного. А в сумме получается прилично. Я говорю, что из этого вы можете убрать? То есть точно не так важно, не в приоритете. То есть подумайте, что вам в первую очередь необходимо, а что-то может быть отложено на следующий заказ. Если нужно, мы что-то меняем. А если человек говорит, нет, все равно все, оставляем как есть. Я записываю и говорю, заказ могу принести уже в среду. Удобно или чуть позже? То есть я знаю, что если я отправила заказ в этот день, в этот я его получу. И уже в последующие дни я могу принести. Но мне нужно с человеком договориться деликатно. Не то, что я не могу в лоб спросить, а уже будут деньги? Да, там зарплату получишь? Нет, я деликатно спрашиваю. Уже в среду могу принести. Удобно? Если человек говорит, да, то я спрашиваю, во сколько? То есть мы выбираем день, выбираем время. Я тут же на листочке себе пишу и проговариваю еще раз. Я приду к тебе в среду в 17 часов. Окей? Заранее еще раз позвоню или написать. Как удобней? Человек говорит, лучше напиши в вайбере. Окей. Все, то есть я себе пишу, где написать и когда. Все, мы выбираем вот этот вариант. Я прихожу, то есть я заранее звоню сразу. Я обычно звоню, я не люблю писать, я звоню, говорю, так, я к тебе собираюсь. Все окей, я еду, ты меня ждешь. Если человек говорит, ой, нет, 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 слушай, у меня зарплату не дали, то, во-первых, я сэкономила свое время, просто так не проездила. Во-вторых, человеку тоже не будет дискомфорта, что я приехала, и он хлоп-хлоп, ой, а денег нет. То есть я нейтрализую эту ситуацию заранее. Если человек говорит, ой, зарплату не дали, но ты можешь мне, например, сейчас привезти, а я тебе там, как зарплату отдадут, я отдам. Я говорю, нет, давай я, чтобы два раза не ездила, мы так и сделаем. Дадут зарплату, я тебе привожу. Окей? Окей. То есть я заранее продукцию не отдаю. Почему? Смотрите, вот у меня была такая история страшная. У меня заказала девушка 4 аромата парные, то есть 2 одинаковых, 2 по 2 одинаковых. И когда я ей позвонила, сказать, что я его готова принести заказ, когда мы с ней договорились, она говорит, а мне не дали зарплату. Я говорю, окей, я подожду, когда дадут зарплату, ты мне сообщи, я тогда приеду. Она говорит, ну давай. И не звонит, не звонит. Я опять ей звоню. Не дали. Я пишу. Раз, и человек перекрылся. То есть она перестала отвечать на мои звонки и сообщения. То есть смотрите, что это было очень неприятно. Но есть позитивный момент. В течение двух недель мы можем вернуть продукцию на склад. Вы понимаете, что мы ничего не теряем. То есть даже если мы оплачиваем заказ при получении своих денег, но у нас продукцию не забрали, мы ее возвращаем обратно на офис, и в течение двух недель нам компания возвращает деньги на номер. Главное, что продукция была упакована как в первичной упаковке. То есть не надо ее дербанить, пробовать, нюхать, смазать и так далее. Оставьте коробочку нетронутой, дерзственной, когда вам вернут деньги без проблем. И еще такой момент. У вас есть две недели. Если у вас эта клиентка не забирает, вы видите, что вас как бы футболит, мухрыжет, возьмите и предложите другим людям эту продукцию. Почему? Рекомендую предложить. Люди любят брать продукцию сразу. У меня так и получилось. Я эту продукцию просто распродала. Одни духи я, кстати, себе оставила. Я их очень хотела. Думаю, а, раз уж купила, уже деньги отдала, оставлю себе. Остальные продала просто. И все, без проблем. Даже не пришлось возвращать. Но я бы вернула продукцию в любом случае, если бы мне она не нужна была. И мне бы вернули деньги. Но когда человек видит продукцию, и понимает, что ее можно забрать прямо сейчас, то он это делает с удовольствием. То есть это еще одно правило, когда мы включаем все вот рецепторы человека. То есть это зрение, слух, кинестетику и возможность... Ну, нюх еще, кстати, нюх. Это очень важный орган, когда мы даем человеку понюхать продукцию. И если мы говорим, можешь забрать прямо сегодня, то это просто вот включает моментальность. Да, я хочу обладать этим. Здесь и сейчас. Поэтому не пугайтесь, если у вас возникнет такая ситуация. Это не стресс, это не что-то страшное. Все поправимо, все реально, можно легко исправить. Таким способом, таким или другим, каким угодно. Главное, что вы теперь знаете об этом. И можете воспользоваться информацией. То есть кто вооружен, тот защищен. Ну и что хочу сказать в завершение. Еще раз благодарю вас за внимание. Еще раз спасибо за то, что вы пишете в комментариях. Зачастую это бывает настолько ценно и полезно и для развития канала. И для меня, как для консультанта, потому что я не всю продукцию могу попробовать. Вы пишете свои отзывы, и это помогает мне в общении с клиентами. И я хочу вас еще раз попросить, если у вас встречались какие-то каверзные истории, может быть смешные, может быть они были страшные на первый взгляд, пишите эти истории, пишите, как вы из них вышли из этих ситуаций. А я буду давать рекомендации, как можно было бы поступить. То есть я хочу периодически записывать такие видео конкретные, именно с полезностями. Не просто обзоры, не просто про продукцию, а про ситуации, как из них можно выходить, как из воды выйти сухим. Вот так вот. Надеюсь, что это вам полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео полезно, и пишите, пишите в комментариях. До новых встреч! С вами была Лиля Донскова. Пока-пока!